Строительство здания насосной станции на НФС-2 в Самаре выходит на финишную прямую. Реализация проекта позволит решить вопрос повышенной жесткости и минерализации воды в поселке Управленческий. Это новые технологии, это новый подбор реагентов, это в общем новые качества воды. Грунтовые воды все, они имеют большую жесткость. И я уверен, что многие ждут, когда придет отсюда, с Суденого оврага, чистая вода из поверхностного водозабора, мягкая вода. Стройка на НФС-2 идет по инвестиционной программе компании РКС Самара. Она рассчитана до 23-го года. Общее финансирование составит 4,5 миллиарда рублей. Миллиард 241 миллион пришелся на 2020 год, что для нас крупнейшее финансовое вливание за нашу деятельность, имеется в виду за год, что требует, естественно, большого объема работ. На этот год порядка 54 объектов у нас параллельно запущено в работу. Часть из них сделана, часть большие серьезные объекты переходящие. В следующем году РКС Самара продолжит работу не только на НФС-2 и в поселке Управленческий. На НФС-1 на Советскую армию устанавливают новейшее электрооборудование, которое защитит сети от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта. Подводятся сети к жилью для многодетных семей в районе Орлова оврага. Масштабные работы развернулись на городских очистных канализационных сооружениях. Здесь возводится комплекс биологической доочистки сточных вод и здание механических решеток. Все это значительно укрепит экологический барьер между городом-миллионником и Волгой. Инвестпрограмма РКС Самара позволит развернуть работы такого масштаба, которых не было в системе водоснабжения и водоотведения города с 70-х годов прошлого века. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События.